и не забывайте ставить лайки. Занятия в школах сегодня ведут не только учителя. Александр Лукашенко лично дал открытый урок. Во Дворце независимости его, конечно же, слушали лучшие из лучших ученики, но всем остальным включили трансляцию в школах. Урок продлился 4 часа. За это время Лукашенко выступил знатоком по любым вопросам, как иначе, будь то аграрное дело, история, география, литература или даже программирование. Начал Лукашенко с IT, презентовал первый белорусский ноутбук. Я специально попросил, чтобы сегодня принесли на нашу встречу вот этот продукт. Вот этот. Это первый компьютер, номер один, который мне подарили наши умные люди. Им была поставлена задача пошататься по всему миру, найти самое лучшее. То, что мы не можем создавать какие-то там процессоры, пока программные обеспечения и так далее. Самое лучшее. И создать этот компьютер. Честно скажу, в нем меньше 20% сегодня около 12 белорусского. К концу года будет 30%. Но важен сам факт. Вы его потом можете пощупать. Если вам не сказать, что это создано на нашем телезаводе «Горизонт», пощупав его, вы бы не сказали, что он создан в Беларуси. Это говорит о том, что у нас есть огромный потенциал. У нас есть люди, которые, как американцы когда-то мне сказали, когда я создавал парк высоких технологий, умеют творить невероятное. Да, не зря пошатались по миру, видимо, специалисты. Но ноутбук можно и не щупать, как говорит Лукашенко. Даже из Риги видно, что это, скорее всего, китайский Huawei или Xiaomi с американской операционной системой Windows 11. Видимо, из белорусского здесь только наклейка. Конечно же, Лукашенко не мог не прочитать лекцию школьникам о специальной военной операции в Украине. Тут он уверял, что всячески пытался, цитата, по-отцовски уговорить президента Украины сесть за стол переговоров, но тот был против. Впрочем, для нас здесь ничего нового Лукашенко не рассказал. Зато он разделил четкую грань между нацистами и националистами. Нацист – это националист худшей закваски, который преувеличивает свою нацию, унижает, оскорбляет, вытирает ноги от других. Могу назвать пример – Барак Обама. Хорошие были с ним отношения. Он был крайним националистом. Не могу сказать, что он там нацменом был, нацистом. Но он допускал унижения. Я помню, с Путиным обсуждали. В том числе и нас, русских и так далее. Мы исключительная нация. Вот о чем был разговор. Ну, стоит ли говорить, что даже самые лучшие ученики Беларуси еле высидели лекцию Лукашенко. В какой-то момент камера застала школьника с плакатом «Спасите». Плохое слово «сижу». Ну, а кто-то из учеников даже усомнился в речах Лукашенко. Когда тот в десятый раз начал говорить о парке высоких технологий, один из кадетов не сдержал эмоций. Ну, я уже не говорю о парке высоких технологий, потому что такие парки... Школьникам все-таки есть чему учиться у Лукашенко. Высидеть четыре часа – это большое достижение. Но Лукашенко объясняет свою выдержку тем, что президент, по его мнению, это не человек, это машина. И если ты не готов становиться машиной, лезь в президентство даже не стоит. Это я продолжаю цитировать Лукашенко. Ну, а другая машина, в смысле Владимир Путин, сегодня тоже дала открытый урок истории. Президент выступил перед детьми в Калининграде. Впрочем, его выступление было сильно короче, всего час, да и моментами не столь богато, как у Лукашенко. Путин довольно много времени посвятил Украине. Перед детьми он в очередной раз отчитался, что в Украине к русским стали относиться сильно хуже, а потому их надо спасать. Украина, тут Путин себе не изменяет, вообще никогда не существовала. Появилась страна только благодаря СССР, уверял президент детей, хоть и признал, что тема эта не детская. Ну, а что украинцы, они всего этого, по версии Путина, не знают, потому что их неправильно учат в школе. Вот я вчера разговаривал с министром просвещения, с Сергеем Сергеевичем Кравцовым, значит, он был в Донецке, в других территориях. Вот он мне вчера рассказывал, я просто, извините, рот открыл. Вот школьники даже не знали, что существует Крымский мост. Они считали, что это фейк. Да. Они вообще не представляли, даже не знали, что Украина входила и Россия в состав единого государства Советского Союза. Они просто этого не знают. Вот им так все преподавали. И уж точно совершенно не только не дети, даже взрослые, наверное, многие, судя по всему, не знают, что у Украины не было никогда своей государственности до образования Советского Союза. Да, история, любимое хобби Владимира Путина. Не обошлось и без наставлений юным россиянам перед Новым учебным годом. Что такое трудолюбие, по версии Владимира Путина? Давайте послушаем. Трудолюбие вообще-то отдельный талант. Это не просто, извините, резиновая попа. Это талант заставить себя работать и уметь это делать продуктивно, правильно организовать то, чем ты занимаешься. Совсем не детскую лекцию получили от Владимира Путина калининградские лицеисты, и мы все вот это услышали. И причины войны обсудили и резиновые попы. Посмотрим, кем станут эти дети в будущем. Ставьте лайки. Большой палец вверх. Подписывайтесь на телеканал Дождь в Ютубе. Распространите эту трансляцию. Рассказывайте друзьям. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Это все для нас очень важно. Вечерние новости телеканала Дождь. Здесь и сейчас.